Здравствуйте! В эфире проект «Один актуальный вопрос». Каждый день мы выходим на улицы города Кишинева, чтобы задать важные вопросы нашим зрителям. Сегодняшний вопрос звучит так. Здравствуйте! Как вам новая реформа в образовании? И как вы относитесь к новой реформе в образовании? Заменить старых учителей молодыми? Заменить молодыми не помешало бы, потому что, знаете, есть старенькие уже учителя, которые... или нервная система уже не та. Я думаю, заменять надо не по возрасту, а по профессиональному признаку. Если молодежь грамотная, пожалуйста, вот мое такое мнение. Слишком... сейчас уровень образования, в общем-то, слабоват. Вот такое мое мнение. Ну, молодые тоже хорошо, а старые еще лучше. А почему так? Потому что они опыт имеют большой. Здравствуйте! Как вам новая реформа в образовании? Заменить старых учителей молодыми? Нет, нет, нет. Вы знаете, я за молодежь. Я за. Но пойдут ли они на эту зарплату достойно учить, потому что копейки получают. Преподаватели получают копейки. Старые согласны будут сидеть на эти копейки. А молодежь нет. Они хотят сразу получать тысячи. И вы знаете, это так. Мы уберем старых и не приобретем новых. А реформа отзовется на юном поколении. Потому что если молодые прислушиваются в школе к старым учителям, то они могут вобрать опыт, кроме знаний, опыт, опыт жизни, и передать юному поколению. А если старых не будет, им ни у кого будет учиться. Молодым учителям. Учиться воспитывать, растить, людей растить. Это человека вырастить большой буквы. Это очень сложно. Здравствуйте! Как вы относитесь к новой реформе в образовании? Заменить старых учителей молодыми? Я думаю, что менять нужно торопиться. И дать возможность заработать пенсионерам, потому что кроме пенсии мизерной, а не заработной платы, это им будет большое подспорье. А куда девать старых? Молодые не хотят ехать в село, в район. Как вы к этому относитесь? Ваше мнение? Плохо. Подрастающие поколения? Молодые? Да. Учителя. Почему не могут? Они же учатся в школе, в этом институте. Им тоже что-то преподают. Новые, современные. Я думаю, что да. Старые лучше, чем новые. Но новых, молодых тоже надо поощрять. Главное, чтобы это было для детей хорошо, чтобы правильно учили детей. Вот так вот, чтобы образование давали такое. Мне, например, очень нравилось в Советском Союзе образование. Вот честно вам говорю. Потому что, и вообще, все ведь всегда говорили, что образование в Советском Союзе было очень хорошим. Поэтому я не против того, чтобы молодые преподавали. Просто, чтобы они правильно преподавали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова